2 по 45 не планировали, в таких погодных условиях это невозможно и по состоянию команды просто не нужно. 2 по 30 оптимальное время работы сегодня. Перед выездом в Турцию Шиннику немного не повезло. Температура из плюсовой долетела до минус 11. Отменять двусторонку значит немного смазать первый втягивающий сбор. Игра в итоге началась так быстро, что припозднился судейский корпус. Условно красное против условно зеленых. На поле и основы и молодежь. Не участвуют только те, кому искусственная трава противопоказана, плюс заболевший Дученко. Общей картиной стартовой недели межсезонья Александр Побегалов доволен. Состояние футболистов и их желание работать, помноженное на условия тренировок, это тот самый фундамент, с которого команда возьмет старт в марте. На этот раз, кстати, в первой декаде января Александр Михайлович обошелся без своих фирменных погружений в другие виды. Зимой Шинник обычно либо гоняет на лыжах, либо катается на коньках. Сбор был короткий, программа семидневная. До этого сбора ребята работали практически целый месяц по индивидуальным программам, пришли в хорошем состоянии. Не требовалось такого большого разнообразия. Единственное, что мы позволили себе, это вчера на тренировке работали в забаве, в сбегании дорожки, в спускании надувных матрасах. Это было и полезно, и эмоционально. Также эмоционально проходил и сегодняшний поединок, в котором красные в волевом стиле победили зеленых. За последних дублем отличился Сергей Белоусов. У победителей гол на счету Евгения Гаппона и двойной удар от Камиля Мулина. Форвард, которому только что исполнилось 20 лет, пока тренируется в костюме столичных железнодорожников. Если Шиннику откроют трансферное окно, конкуренция в атаке черно-синих явно может увеличиться. Сейчас будем беседовать с ним после этой тренировки, поговорю с ним, побеседую, как он видит дальнейшую ситуацию. Я ее представляю, но это будет окончательное наше решение после с ним беседы. Игрок принадлежит московскому локомотиву на контракте, играет за молодежный состав. У нас с локомотивом выстраивается хорошее взаимоотношение. И, возможно, уже в самом ближайшем будущем этот парень придет к нам. Он по возрасту как раз подходит под категорию молодой футболист. Теперь у Шинника три выходных, а 18-го вылет в Белек. По прибытию команда будет целую неделю трудиться в поте лица, а на 23, 27 и 31 января тренерский штаб черно-синих запланировал три спарринга. Соперниками ярославцев станут Симферопольская Таврия, Одесский Черноморец и одна из австрийских команд, название которой пока не афишируется. Сергей Курицын, Денис Ромашов. День в событиях.